В центре Каира закрыли станции метро на улицах военные патрули. Особые меры безопасности приняли в связи с пятой годовщиной революции в Египте. Столкновения на площади Тахрир стали началом масштабных событий. Свержение режима Хоснемубарака, хаос, новый переворот. Кто тогда запустил революционный механизм и кому сейчас выгодно обострение ситуации в самой большой стране арабского мира? Об этом в репортаже Антона Верницкого. Пятилетнюю годовщину событий на площади Тахрир нынешние египетские власти встречают усилением мер безопасности. На всякий случай полиция даже закрыла расположенную неподалеку станцию метро. А президент Египта Абдель-Фатах Ассиси заявил, что любые беспорядки встретят жесткий ответ. Его обращение к народу началось со слов о том, что сегодняшний Египет не тот, что вчера. Египет превратился в страну всех граждан, а не только одной группы населения. Правительство, навязывающее гражданам свою идеологию, сменило правительство, разделяющее народные чаяния. В результате на площади Тахрир сегодня безлюдно. Ставшая пять лет назад символом арабской весны, волны экспортированных из-за океана революций, прокатившихся по арабским странам, площадь ныне переименована в народе в гараж Тахрир. Недавно под ней построили огромную подземную парковку. Хотя именно здесь, в 2011-м, митинговало, по разным данным, до миллиона сторонников на незапрещенной во многих странах организации «Братья-мусульмане». Страна, как и весь арабский мир, постепенно погружалась в хаос. Тогда еще, по сути, не существовало террористической организации ИГИЛ в современном ее виде. А на Западе осуждали, а они замалчивали, как сейчас в Германии, изнасилование девушек группами исламских радикалов. В 2011-м на девушек нападали прямо на площади Тахрир. Представить, что нечто подобное будет происходить через несколько лет на площадях Европы, тогда предположить не мог никто. После беспорядков в Египте пять лет назад был свергнут правящий аж с 1981 года президент Хосни Мубарак. А его место занял ставленник «Братьев-мусульман» Мохаммед Мурси. Пришли они к власти, год побыли, Мохаммед Мурси. И за год он ничего не смог сделать. В общем, как был экономический кризис, так и остался. Как была политическая нестабильность, так она и осталась. И Египет пошел по кругу точно так же, как, уверяю вас, пойдут, а некоторые уже идут, эти мусульманские государства, после арабской весны. Уже в 2013-м в Египте произошел военный переворот. Мурси, поддерживающий курс на радикализацию страны, был арестован, и сейчас ожидают в тюрьме смертной казни. Арестованы и тысячи революционеров из числа радикальных исламистов. Запрещенное до этого лишь формально движение «Братья-мусульмане», его представители даже входили в египетский парламент при нынешней власти, а явлено террористической организацией. Если бы не приход к власти Фатаха Аль-Сиси, нынешнего президента Египта, а тогда министра обороны, и наведение им порядка жесточайшей рукой, именно так надо было наводить. Это Египет, и здесь, если бы были проявлены другие методы, более мягкие, это могло бы закончиться трагично, то ситуация могла бы быть очень-очень трагичной. На сегодняшний день мы видим, что с большим, огромным трудом Фатаху Аль-Сиси удается статировать относительно стабильность в стране. Несмотря на все жесткие меры, предпринятые нынешними египетскими властями, сказать, что сторонников движения «Братья-мусульмане» в Египте не осталось, нельзя. Даже накануне, пусть и не в оцепленном центре Каира, а на окраине, прошла их демонстрация. А запрещенная во многих странах террористическая группировка ИГИЛ в очередной раз призвала «Братьев-мусульман» перейти от акции гражданского непоминовения к вооруженной борьбе. Нередки в Египте и теракты, среди которых и взрыв российского пассажирского самолета в октябре 2015-го, в результате которого все контакты с Египтом на туристическом направлении Россия свернула. Этот теракт – отголосок арабской весны, прокатившийся по всему исламскому миру. Арабской весны, с последствиями которой нынешние власти Египта все еще продолжают вести борьбу.